Друзья, привет! Это компания Сферокар. Меня зовут Артем. Сегодня мы расскажем вам про один из самых популярных хэтчбеков Honda Fit в кузове ГК4 на полном приводе. Хонда Fit третьего поколения. Данные автомобили выпускались с 2013 по сегодняшние дни. Наш автомобиль 2015 года. Хонда Fit входит в топ-3 самых популярных возимых автомобилей из Японии. Третье поколение. Хонда Fit намного агрессивнее стал выглядеть. То есть его оптика, его передняя часть, она намного симпатичнее, чем, к примеру, ну, на мой взгляд, пассовиц. То есть на этом автомобиле не стыдно сесть парню и промчать куда-нибудь. Колеса у нас простые. Самые простые, что ни на есть, на колпаках. Резина, кстати, зима. Хорошая резина. Еще хватит покататься зимой. Сбоку автомобиль выглядит, ну, в принципе, достаточно сдержанно. Есть у нас жесткость. Мы видим, идет по дверям к заднему крылу. Также мне очень нравится задний стоп-сигнал на этом автомобиле. Ну, и в целом задняя часть. Третье поколение фитов бензиновых, также гибридных, друг от друга, ничем не отличается визуально по кузову. Друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь находится под капотом. А под капотом у нас двигатель L13B на 100 лошадиных сил, полный привод через кардан. Друзья, здесь стоит вариатор. Если вы боитесь робота, а он стоит на ГП-5, на ГП-6, то есть, но, опять же, робота бояться не стоит. То есть, если вы берете автомобиль с честным пробегом, то переживания все просто в сторону. Здесь стоит вариатор, обычный простой вариатор, который, так же, как и робот, в принципе, стоит своевременно обслуживать, и никаких проблем с автомобилем у вас не будет. Друзья, давайте посмотрим салон данного фита. В целом, я считаю, что визуально он выглядит, ну, по крайней мере, намного симпатичнее, чем в Toyota Vids, в Toyota Pass. Отделка салона, также дверные карты мы видим, есть тканевая обивка. Ну, материал дешевенький, но все равно приятно. По салону Honda использует разный пластик, разную текстуру. Давайте запустим автомобиль, посмотрим, есть кнопка запуска. Ну, приборная панель намного проще, чем у гибридных версий, но достаточно информативно. То, что нам надо, все есть, то есть, все показатели тахометр, спидометр, показатель уровня в баке. В принципе, салон мне нравится. Ну, Honda всегда отличались своим салоном. Друзья, обратите внимание на ключ. Такие ключи выпускались и в гибридных, и выпускаются в гибридных версиях. Также на аккордах такие же ключи. На ощупь очень приятно. Toyota таким похвастаться не может. Ну, если только это не топовые версии каких-то седанов. Давайте посмотрим, какой багажник в этом автомобиле. Ну, что могу сказать. Багажник обычный, простой. Ни большой, ни маленький. Пару сумок положить, в принципе, и коляску погрузить можно. Еще большой плюс. Складываются сидения в ровный пол. То есть, можно перевести что-то погабаритнее. Щедрый японец оставил нам щетку. Касаемо ходовых качеств автомобиля. Автомобиль с объемом 1,3. Едет, в принципе, ну, как и должен ехать автомобиль с объемом 1,3. Самое главное, это ВД. То есть, зимой вы уже нигде не встанете. Поедете на пляж, и в песочке можно куда-нибудь проехать поглубже, да, поближе к морю. То есть, ну, это большой плюс. Касаемо шумоизоляции, здесь, ну, автомобиль бюджетного класса. Это вам не престиж-класс, не краун, не аккорд, не тиана. Но, в принципе, меня все устраивает. Единственное, не хватает, конечно, подлокотника. Хотелось бы опереться, ну, уже привычка. Ну, если не на что опираться, опирайтесь на правую дверь. Так тоже удобно. Зато кармашек под все. Под бутылочки, под телефончики, под бумажечки, под заколочки. Что угодно можно туда положить. Но я себя комфортно ощущаю в этом автомобиле. Вот сижу, на самом деле у меня устает часто спина в некоторых автомобилях. Здесь сижу, мне достаточно комфортно и очень удобно. У нас в автомобиле три человека. В фите 100 лошадиных сил. Тяга у автомобиля хорошая. То есть, ну, опять же, смотрите, если вы рассматриваете вариант на переднем приводе, и вы проживаете где-нибудь, ну, где нет усопок, к примеру, как у нас во Владивостоке, то это самая песня для вас. То есть, если вы живете во Владивостоке, где-нибудь на Сахалине, на Камчатке, ну, я бы на вашем месте переплатил бы эти 50 тысяч рублей и взял бы ведовый вариант. То есть, он наиболее подходит для такой местности. Расход у данного автомобиля, ну, в районе 6 литров. При идеальных условиях, как говорят разработчики, данный автомобиль проезжает на сотню. Он есть 4 литра. Я думаю, этот расход может порадовать вас, в принципе. А если вы возьмете гибрид, то сэкономите еще немножечко. Друзья, давайте разберем третье поколение Хонды Фит по ценам. Самые младшие в кузове ГК-3 с объемом 1,3. Передний привод, вариатор. Стоимость на данные автомобили от 480 тысяч рублей. В кузове ГК-4 полный привод. Объем 1,3. Тот же самый мотор, тот же самый вариатор. Стоимость от 530 тысяч рублей. За таких красавцев. Цены за гибридные варианты. Кузов ГП-5 полтора литра. Гибридный на роботе. Старцент от 580 тысяч рублей. Ну и самая старшая модель Хонда Фит в кузове ГП-6. Полтора литра. Гибридная установка. Полный привод через кардан. Если у вас не хватает денег на Фит в кузове ГП-6, возьмите ГК-4. Тот же самый Фит, но только не гибридный. В целом, автомобили одинаково классные. На чем основывается популярность Хонды Фит третьего поколения? Первое. Симпатичный внешний вид автомобиля. Второе. Разнообразие технологий данного автомобиля. Третье. Это цен. Цены стартуют от 450 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. И вот она, народная любовь россиян. Просто ласточка. Не могу, такая прям. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Напишите в комментарии, много ли Фит в третьем поколении ездит в вашем городе. С вами был Артем, компания Сферокар. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Компания Сферокар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.